друзья товарищи комрады всем здравствуйте так и настало время очередного обзора давайте приступим на сегодня на обзоре у нас вот такой вот по тип голубик опытком вес у него как я взвесил 68 грамм на сайте где покупал на вершевике без обозначался как 66 длина ручки тоже написано 78 миллиметров маленький удобный но не совсем для меня так и давайте сразу раскрутим длинный штырь долго крутить так это он выглядит вторая пластырь пластиночек поставил чтобы не царапать нижнюю плиту и и лезвием сегодня будет вот такая вот чешская татра так открывается так вот выглядят конвертики как можно видеть на четыре точки клея посажены вот так вот они выглядят такая лазерная гравировочка страна то же самое так и давайте загрузим лиза стало ровно без каких-либо проблем так и мылом мылом сегодня будет думаю почему нет хотя не очень люблю поломентол но мыл уже около четырех с половиной лет и надо когда-нибудь его добить так сбивать все будем вот таким красавцем яки тоже такой довольно таки весистый 107 с половиной грамм узел 26 на 53 и чаша сегодня будет такая из желе называется чаша идиллия насколько я узнал как она выглядит тоже внутренний диаметр от десяти с половиной до девяти с половиной так как она ведь такая бычкообразная глубина рабочая 40 миллиметров 4 сантиметра и вес 283 грамма довольно такая легкая удобная ножка широкая держаться удобно так и предлагаю давайте замочим его пока теплой водичке установка стоит немножко раскиснет откиснет так и предлагаю сегодня оплоснуться вот такие вот такой было перелим пузырячек для удобства с собой брать и так удобно и потом так как зима сейчас бокового не особо много уходов тем более сейчас идти на улицу предлагаю вот таким вот бальзам очкам арка ни разу не пробовал да так практикуют многие западные блогеры но в принципе не а почему бы нет давайте попробуем синтетику давайте немножко смочим за но чуть-чуть прогреем чашу сливаем все это делал воздух отжимаем с мыло выливаем и давайте начинаем забор так это все выкупчик не должно так вот все это выглядит да повторюсь мылу по моему около четырех с половиной лет в запахе не потеряла по моему даже не на капельку запах приятным как описывается да это по моему зеленый чай и аверс ну возможно возможно взрыв на пеной фабрике бывает немножко пена туда в чашу загрузим да не очень удобно особенно таким помазком 26 миллиметров есть в чашу в эту баночку так ну и я думаю давайте хорош просто остается все это помоем потом так и наша чаша что здесь начинает происходить крупные пузырики сейчас мы их выбьем надеюсь выбьем думаю еще не испортилось давно им не пользовался вроде вроде что-то получается маленькие пузырики остались чуть-чуть я думаю на объемах с больниц то есть от них на лице так давайте немножко немножко смочим немножко протрем наносим глазок отличным вот идеальный ловко и длина и ширина так и мягенький в меру упругий работать одно удовольствие да мыло за четыре с половиной года даже ментол не утратило все равно начинается охлаждение так давайте сполоснем и прогреем станок помню да хватит и лезвие татар таки вот чешский лезвие первый проход по росту да 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 вот вот О, лезвие как-то ноги писали там где-то упал на зоне О, скажу, это не первое мое использование лезвий, да, после покупки я их пробовал, ну соответственно за кадром О, пинчейн, чейнджеры, прозорок в 84-м О, но они мне совсем не понравились Пробовал в каком-то еще станке, ну не могу вспомнить, по-моему, скорее всего это было в мюле 41-е В нем тоже мне как-то не очень зашли Так, ну давайте умоемся, да, и продолжим, секунда Так, ну а в фатипе, как мне показалось, в принципе по первому проходу нормально, не особо тянет Но все-таки, когда носогубная часть проходила, немножко он, ну вроде как бы подтягивал Так, то что у нас осталось, да, забираем О, после первого прохода ментол чувствуется довольно-таки заметно Ну повторюсь, да, я не любитель ментола в мыле Вот по автошиве, пожалуйста, милое дело В любое время года То, когда мыле, соответственно, снижается чувствительность, да, и не очень понятно и приятно брить Так, поперед, раз прохода Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, у меня вот волосы вот так вот растут, да, получается я сейчас брею их против роста Вот даже теми лезвиями топка, да, топком брил, мне было не очень приятно, они как бы подтягивали Сейчас вот этим лезвиями прошло идеально Но, помня, как я брился в разоройке, да, и, по-моему, в мюле То вот эти татра мне все равно шею подтягивают Сейчас не знаю, то ли я нашел для них идеальный станок для этих лезвий То ли сыграло мыло, соответственно, снизив чувствительность Опять засада Ну, обязательно эту связку еще попробую за кадром И возьму какое-нибудь другое мыло Так, а сейчас, секунду, умываемся Ох, лицо холодит Да Так, то, что у нас осталось после второго прохода Ну, целый помазок, да, и, соответственно, в боках В этой бочкообразной чаши Вот столько мыла То есть пена Ну, все, все забрали Да, помыл Из банки Все это время, да, вот сколько там осталось мылом Все это время оно Получалось, как шайба К одну не прилипало Со всех сторон сухое Я его набирал Ну, соответственно, сам кусочек брал в руку И забор делал В руке полоском Потом осталось вот этот маленький кусочек Я не знаю, сколько там осталось Грамм, может быть, 15 Может, чуть больше Перетерывал в терке Соответственно, и утрамбовал в чашу Так, третий проход Против, просто штина Ну, вот, и думаю, к ним мучились Сейчас, наверное, добью То мыло Заклопнулили Я думаю, нужно будет добить вот этого Прораса Сколько можно, да, его мучить Что-то какой-то странный станок Ну, нормально, нормально А то с него прям вода Хлышет, ахахахах Спумазка, чтоб не стекает Где он ее копит? Непонятно Так, я остаюсь в щеке Пока Так Что у нас осталось? Да, чуть-чуть шея О, в районе КДК, да, здесь И на скулах Так, а тем временем Уже почти все Сейчас смываемся Секунду, добрей Так Так И остались у нас Добривки Давайте отожмем Посмотрим, сколько там пены Ну, полноценный проход То, может быть И два Еще осталось Так Добривки Поперек В смысле поперек От плеч Подбородка Диагональ Подпишем Диагональ Эти Диагональ Эти ho так вы все и без без порезу да это не парить совершенно без порезов сегодня ну слушайте я удивлен таким бритьем довольно удивился лезвием так то давайте умоемся авто шею и пару слов вытираем насухо так и давайте авто шейф сразу нанесем напоминаю о williams expert до аквабоэлва довольно таки такое как принято считать морской запах в нем есть тоже немножко ментола давайте буквально половину того что я привык так как еще будем потом бальзамом сейчас просто продезинфицируем в аквабо мне уходовых на лето хватает на зиму тем более если выходить на улицу да ну начинает уже заметно ощутимо подсушивать кожу так как поэтому сейчас и еще нанесем бальзам сейчас немножко поработает так давайте начнем неплохое было когда первого раза как начинающему принцип советую было хорошее но крены есть одно но мне крем от прораза понравился немножко больше может быть не знаю в одном бритве конечно сравнивать не будем сейчас ссылочку добавлю на то бритье кремов хотя у меня два крема есть будто инспайс ну мне кажется он еще лучше хотя все это опять же субъективно и вот ссылку добавил на красная прораза мне кажется что там чуть-чуть скольжение лучше скольжение лучших это странно дай крем получше мыло мы увидим и такое бывает хорошее мыло особенно на лето возможно любители ментола не толстый ну по глазами шарашек лицо немножко не имеет ощущается аромат приятный овес зеленый чай все это в сумме он дает приятный аромат кто-то называет его химозным возможно возможно про помазок говорить нечего это один из моих самых первых помазков отлично да как говорил уже то что они на изначально цифры не ставили ширину пучка соответственно без цифр вот здесь 26 миллиметров называется таинственный космос так вот он переливается как млечный путь звезды вообще красавы красава красивый помазок ну и очень хорошо работает довольно таки упругий и в туш время как сказать нежный и и набирает и отдает и сбивает вообще отличная синтетика именно вот это так на всем сказали да о у станку у раньше почему-то думал то что это фати по фиге вот сколько уже брею 7 до 3-4 раза попрелся то блин отличный станок ну единственный для меня лично минус короткого то ручка я бы сделал конечно чуть по длине на сантиметр хотя бы а то и на полтора идеальный станок с мягкими лезвиями лезвия вообще удивлён так как я уже говорил добрился на гейме и брился по моему на милю 41 ну результаты были плачевны везде кровь везде красные точки это причем без добре вы был просто три прохода стандартах здесь удивлен не крови ничего работал чисто мягко ну видимо нашел лезвия без танка возможно но конечно не будем мы на этом останавливаться на станке еще есть буду пробовать может быть не только по типам это дело ограничится лезвия по чашам чаши удобно вес удобный держать удобно как провозная сцепочка никуда не выпадет в мокром виде в пене кто не денется конечно не расслабляться по разбивает тоже хорошо о форме довольно таки вот это бочкообразная форма мне кажется не сбит то есть не мешает взбить ее пеной нормально отрабатывает пена там немножко задержится но все равно помазок ее туда довольно так легко убирает как выковыривает вот цвет цвет идеальный роспись ручная насколько я понимаю расписывала некая мадам сорокина чашек жиль говорил нет так все рассказал крыло самой чаши позвонят так да название идиллия такая вот идиллия ну красивый чашей доволен не жалею что купил салатов в районе что-то 650 рублей и на этом почти все и давайте лосьон лосьон впитался все сухое немножко в этих местах хуже подстегивает немного ожидаемо так и давайте с бальзамом вот сколько здесь грамм полтора давайте нанесем бальзамом я вот этим ни разу не пользовался так что пока сказать про него ничего не могу но был у меня ух по-моему мы дофига взяли но был у меня арка крем выбрите именно вот этот сенситив да тоже почти в начале влажного классического пути до этого туп зеленая арка смылил полностью когда еще не пользовался до мылами не заказывал сходил купил в магазине вот этот белый где-то может быть половину его истратил и тут началась золотая лихорадка она была и как он у меня ушел потом в бутили в принципе не жалко что-то 60 рублей стоит так ну думаю все все растет думать питается да если не питается то придется смыть придется смыть но по нему поэтому бальзама давайте я думаю может быть либо закреплю сообщение либо отдельно в другом видео дам какое-то мнение так ну а на этом все ребят всем спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте видео очень приятно тем самым вы поддерживаете канал на самом деле приятно ну и вроде все всем удачи всех благ ари видача